Екатерина Александр Сергеевич Пушкин Заметки по русской истории 18 века В 1754 году, после 9-летнего бесплодия, Екатерина Алексеевна разрешилась наследником российского престола. Которого назвали Павлом. КОНЕЦ Серафима Саровского. Чудотворца. КОНЕЦ 1903 год. 9 лет Российской империей правит Николай II. 9 лет страна ждет наследника. Высшее общество обсуждает одну из самых животрепещущих церковных тем. Прославление широко уже почитаемого в России христианского подвижника, Саровской пустыни старца Серафима. Шума много. И литературного, и словесного. Говорят о нарушении канонических правил. Пишут об административном давлении на епархиальный мир. Чуть ли не о приказе признать старца святым. Шепчут о темных влияниях во дворце. Религиозная экзальтированность царской читы становится общим мнением. Читающей публике близка позиция священного синода, который не сомневается в личной праведности отца Серафима, но скептически относится к непомерно разросшимся вокруг его светлого имени легендам и немыслимым пророчествам, явно приписываемым святому человеку. Оберпрокурор Победоносцев любит процитировать апостола Павла. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Народ не понимает этих споров и упорно двигается в сторону Саровского монастыря. Верующие люди идут решительно, идут со всей России, идут отовсюду. И червь сомнения не точит простые души. И червь сомнения не точит простые души. И удачно я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. В детстве с отцом Серафимом произошла история, которая, быть может, и определила всю его последующую жизнь. В 10 лет Прохор тяжело заболел. У родителей были деньги на хороших врачей, но доктора не обещали ничего хорошего. Мальчик угасал. И вот однажды в полусне он увидел Богородицу, которая пообещала, что он выживет. Мать узнала об удивительном сне, и когда вскоре мимо их дома пошел традиционный крестный ход с курской коренной иконой, поспешила приложить сына к чудотворному образу. Безнадежная, казалось, болезнь стала отступать. Курский крестный ход знаменитый. Позднее Репин выберет его для своей картины. Сама же икона называется «Знамение», особый от Бога знак. В этом же 1764 году государыня нанесла второй после синодальной реформы Петра сокрушительный удар по русской церкви. По воле Ее Величества 600 монастырей были закрыты. Еще 160 были вынесены за штат. То есть им дозволили продолжить существование, но без какой-либо государственной поддержки. Однако и этого казалось мало. Григорий Потемкин, Екатерине Второй. Собрание монахов есть собрание тунеядцев, стыд церкви и общество пиянец. Я полагаю, во всем государстве довольными для истинных монахов три монастыря. Нилов, Саровскую пустынь и Сафроньеву. Со строгим наблюдением монашеских правил, дабы меньше было охотников. Остальные все в городах Апачи в Москве уничтожить. Прочие же обратить в училищи и госпитали для бедных и престарелых офицеров. По счастью, эта докладная записка хода не получила. Но церкви и без нее было тяжело. На монахов смотрели почти так же, как в 30-е годы прошлого века на недобитую интеллигенцию. 24-х лет от роду Прохор берет благословение у матери и уходит в монастырь. Как раз в Саровскую обитель, где после семилетнего испытания он станет иноком по имени Серафим, то есть пылающим, пламенным. Продолжение следует... Романовы знали о Саровском старце давно. Его почитали близкие к царственному дому Тютчевы, философ Хомяков и московский митрополит Филарет. Когда в 1860 году смертельно заболела дочь Александра II, великая княжна Мария, во дворец была доставлена оставшаяся от отца Серафима полумантия. Укрытая этим плащом, цесаревна выздоровела. Еще в 1894-м, получив власть, Николай Александрович попросил собрать документы, касающиеся Саровского подвижника. Через год поступили соответствующие доклады. В протоколе о чудесах исцелений говорилось. Обследовали 80 событий в 27 епархиях и отметили их, как доступные точному и обстоятельному установлению факта. Дело о канонизации государь считал почти решенным. Однако, к его удивлению, священно-началие всего лишь порекомендовало продолжить поиски чудесных событий и записывать их при свидетелях. Победоносцев не торопился. Святые отцы учат нас трезвости. Чудеса и знамения могут затмить собою Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Николай II понимает опасения своих оппонентов. Готовясь к очередным обсуждениям, он сам изучает архивы и летописи. К сожалению, личное дело отца Серафима бесследно исчезло. И мы можем только предположить, на чем основывалась позиция царя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Париже бушует революция. Казнен король Людовик XVI. Через месяц будет обезглавлена Мария Антуанетта. Закрываются монастыри, горят храмы, статуи, иконы и мощи святых. Убивают духовенство. Екатерина II разрывает дипломатические отношения с Францией. Первой страной, которая попробовала осуществить на практике идеи любимых просветителей Ее Величества. Из архива Саровской пустыни. Иеромонах Серафим уволен для пребывания в своей даче, по неспособности его в обществе, за болезнью и по усердию, единственно для спокойствия духа, Бога ради и с данным ему правилом, согласно святых, отец положением. Отшельник должен был приходить в обитель раз в неделю, на воскресную службу. Монастырь обязан был построить ему уединенную келью и обеспечить едой. А на хозяйственные или иные работы право привлекать не имел. Чем не тунеядство? В своей лесной даче отец Серафим Серафим проживет больше десяти лет, следя и ухаживая за лесом, читая священное писание святых отцов, принимая ищущих духовного совета и молясь за весь мир. Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия, не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. В сентябре 1804-го на отца Серафима нападают разбойники. Несколько крепостных крестьян зверски избивают инока, а потом в поисках денег переворачивают его келью вверх дном. Находят несколько картофелин. Старец снова выживает лишь молитвами Божьей Матери. Здоровье его поправилось через пять месяцев, хотя без опоры он больше ходить не мог. Через три года он опять уходит в лес и берет на себя еще более суровые обеты. Гроза 12-го года настала. Кто нам тут помог? Остервенение народа, Барклай, Зима или русский бог? Отечественная война не была рядовой схваткой конкурирующих империй. В глазах народа это была прежде всего религиозная война. Столкновение двух духовно несовместимых цивилизаций. Наполеон для верующих был не просто грабителем, но и антихристом. Церковь помогала армии, как могла. Монастыри принимали раненых и собирали средства на борьбу с врагом. Святые молились, забывая о покое и еде. Выведенное страшной бедой и зацепенение государство впервые после Петровских реформ повернулось лицом к церкви. Священнейшее духовенство наше, говорилось в победном манифесте Александра Первого, призывавшее пред алтарем Всевышнего теплыми молитвами своими благословение Божие на всероссийское оружие и воинство, доносит на персих своих нарочно учреждаемый для сего крест с подписью 1812 года. КОНЕЦ КОНЕЦ Из воспоминаний графа Витте «Как-то Константина Петровича Победоносцева срочно вызвали в царский кабинет. Необходимо прославить Серафима Саровского ко дню его рождения, сказал государь, к 19 июля. Но это невозможно, Ваше Величество, требуется время. Для русского императора вступила в разговор Александра Федоровна. «Нет ничего невозможного». Разговор был окончен. Политическое окружение двора было против прославления. Прославлять надо тогда, когда всем станет ясно, что старец был живой человек, тоже грешный. И его мучили бесы, не меньше, чем нашего Пушкина. Только он-то боролся с грехами, а мы нет. Нам чудеса подавай. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом «жги сердца людей». 25 ноября 1825 года отец Серафим выходит из затвора для нового служения. Старчество. Трудное для России время. Только что умер император Александр I. Скоро восстание на Сенатской площади. До блаженной кончины старца еще далеко, а молва уже называет его святым. Его слава становится всероссийской. Обладая какой-то евангельской любовью к людям, он проповедует среди огромных народных масс. Умеет утешить и крестьянина, и князя, и монаха, и мирянина. Незадолго до декабрьских событий в Саров приезжал офицер, которому старец всегда буквально светившийся любовью и добротой неожиданно для всех отказал в благословении. Это был Волконский. Мало кто понял тогда, что победителями с Сенатской вышли организаторы заговора. Пестелю никогда не было суждено стать Маратом, а Волконскому Робеспьером. Но с этого дня слово верноподданный в России стало равняться слову лакей. Дворянство возненавидело трон. Николай II, должно быть, как никто другой на русском престоле, ощущал трагедию того разрыва. Жизнь в высшем обществе была для них с Александрой Федоровной почти изоляцией. Они встречали понимание лишь в религиозных кругах и в народе. Но народ... Народ любил и Павла I. А когда его задушили, да еще и выставили самодуром, тут же забыл. А разве жалеет кто-нибудь об убитом Александре II? Государь находил утешение в преданиях других времен. Он с удовольствием читал о посещении Саровской обители, императором Александром I. О том, как царь долго говорил наедине с иеромонахом Серафимом. Потом быстро, ни с кем другим не общаясь, уехал, а старец, провожая его до коляски, промолвил. «Только исполни все, как я тебе сказал». Конечно, это всего-навсего красивая легенда. Монарх не иголка, и следы от этого визита можно было бы отыскать в архивах сразу нескольких губерний и ведомств. Но само желание людей видеть в Александре Павловиче, кающегося в отцеубийстве грешника, которого Саровский чудотворец благословил на уход от мира и страннический подвиг под именем Федора Кузьмича, было бы потрясающим. Синод раздражали не эти сказания. Победоносцев вообще считал, что с народа вполне достаточно простой детской веры и совершенно незачем засорять его голову серьезными богословскими знаниями. Это может быть опасно. «Россия – это ледяная пустыня», – говорил Константин Петрович, «и бродит по ней лихой человек». Но это вовсе не означает, что простым людям надо внушать то, что противоречит здравому смыслу. Что отец Серафим, например, ходил не иначе, как на пол аршина, поднявшись над землей. Молился тоже, стоя на воздухе. То исчезал, то появлялся там, где ему вздумается. Не говоря уже о таких пророчествах, что в последние дев времена царь Колокол из Кремля Московского сам полетит по небу в Саровские леса, чтобы возвестить миру о наступающем конце света. Все это унижает память о святом человеке, превращает в сказочного волшебника, горячего последователя Христа. Если совершить канонизацию на волне таких настроений, то поди потом докажи нашим людям, что все эти басни не имеют к самому праведнику никакого отношения. Субтитры подогнали Симон. Осенью 1830 года в России бушевала холера. Огромные территории были отрезаны карантинами. То здесь, то там вспыхивали чумные бунты, по своему размаху и жестокости напоминавшие о временах Пугачева. Пушкина эпидемия застала в Болдине. Часть этого нижегородского имения отец подарил ему к предстоящей свадьбе. Александр Сергеевич приехал оформить имущественные дела и серьезно обдумать предстоящую женитьбу на девушке, которую он уже два года любил. Вскоре пришли известия о том, что холера уже в Москве, где осталась семья Гончаровых. Он немедленно выезжает, но все дороги перекрыты, проезд запрещен. Начинается знаменитая Болдинская осень. Бесконечный, безобразный, в мутной месяце игре закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьмуль замуж выдают. После столетнего юбилея Пушкина, который отмечался с имперским размахом, каждый думающий гражданин России считал себя пушкинистом. Лучшие религиозные мыслители страны Соловьев, Булгаков, Розенов, Мережковский, среди прочих, задавали себе и этот вопрос. Могло ли такое случиться, чтобы великий поэт три месяца провел в Нижегородской губернии и ни разу не встретился с великим старцем, когда Саров и Болдина отстоят друг от друга не дальше, чем на 65 верст. Стали изучать документы. Выяснилось, что дворянским собранием Александр Сергеевич был назначен старшим в своем околотке по просвещению крестьян. То есть он должен был рассказывать им о холере и необходимой гигиене. Всей округе было известно, что в Саровской пустыне болезни нет, хотя больные и их родственники тянулись в обитель ежедневно. Кому за здравие помолиться, кому за упокой. Научных объяснений феномен не имел. Но верующий народ не удивлялся. Старцы молятся о нас. Находили и другие доказательства возможной встречи. Рисунок в рукописи стихотворения про отцов пустынников, напоминающий Саровского старца. Вспоминали о барфе Серафима, который внемлет в священном ужасе поэт. Всем очень хотелось, чтобы эта встреча была. Но не такой человек был Пушкин, чтобы утаить беседу со святым. Не оспорим лишь тот факт, что поэт оставил Болдина другим человеком. Праздный Гуляка умер. В Москву возвращался муж и горячо любящий Россию христианин. Значит, в духовном смысле встреча состоялась. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. И вырвал грешный мой язык, и празнословный, и лукавый, и жало мудрые змеи, в уста замершие мои вложил десницею кровавой. Субтитры создавал DimaTorzok Николай II удивлялся пророческому дару Пушкина. Когда старец Серафим говорит, что придут времена и восстанут на государя и Россию не только враги внешние, но и внутренние, поднимут во всех местах всеобщий бунт, и много прольется невинной крови, это понятно. Человек святой. Когда митрополит Филарет пишет царю, вы поставили церковь на колени, следующим будет ваш престол, это тоже еще ничего. Но когда поэт-провидец становится не по себе. Бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Они не знали, кому повиноваться. Правление было повсюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали. Состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка-полушка, да и своя шейка-копейка. Александр Сергеевич Пушкин. Капитанская дочка. Пропущенная глава. Незадолго до прославления отца Серафима, Победоносцев передал государю один документ. Это были найденные чуть ли не на чердаке дневники, принадлежавшие одному симбирскому помещику, надворному советнику Николаю Александровичу Мотовилову. В сентябре 1831 года старец исцелил его от продолжительной ревматической болезни, приведшей к параличу ног. И всю оставшуюся жизнь этот дворянин так или иначе был связан с Саровым. Император почувствовал, что держит в руках сокровища. Мотовилов подробно описывал свой разговор с отцом Серафимом, который состоялся в четверг, около полудня, 26 ноября. Отец Серафим долго наставлял молодого барина, потом взял его за руку, и тут произошло второе в христианской истории чудо преображения. Уже не Бога-человека Христа, а обыкновенного человека, посвятившего себя Христу. И не на фаворе, а на заснеженной полянке в глухом Саровском лесу. Было очевидно, что такое богословие, подтвержденное самой жизнью, должно стать достоянием церкви. Мысль о том, что каждый, кто пойдет за Христом, может достичь такой высоты, должна быть известна каждому. Оберпрокурор сдался. КОНЕЦ 1 августа 1903 года, 19-е по-старому. Из дневника государя. В 6 с половиной началась всенощная. Во время крестного хода, при изнесении мощей, мы несли гроб на носилках. Впечатление было потрясающее. Видеть, как народ, и в особенности больные, калеки и несчастные, относились к крестному ходу. Очень торжественная минута была, когда началось прославление и затем прикладывание к мощам. Подъем духа громадный и от торжественности событий, и от поразительного настроения народа. Дивен Бог во святых его. Велика неизреченная милость его, дорогой России. Это была должна быть самая светлая пора царствования Николая Александровича Романова. Только что произошло празднование двухсотлетия Петербурга. Впереди радостное известие о скором появлении на свет пятого ребенка. Дай Бог наследника, о котором они с женой так усердно молились в Сарове. Он счастлив. Он вместе со своей церковью, со всеми своими близкими, вместе со своей Россией. Он не может себе представить, что царевич появится на свет со смертельной болезнью, а ему самому суждено будет стать последним русским царем и дожить до логического завершения церковных реформ Петра Первого и Екатерины Второй. Петра Первого и Екатерины Второй. Петра Первого и Екатерины Второй. Скорее всего, царь не думал о таком будущем, но, может быть, вспоминал Пушкина. Одно стихотворение, написанное поэтом незадолго до смерти. Чудный сон мне Бог послал. С длинной белой бородою, в белой ризе, предо мною, старец некой предстоял и меня благословлял. Он сказал мне, «Будь покоен скоро, скоро удостоен будешь царствия небес, скоро странствию земному твоему придет конец. Уж готовит ангел смерти для тебя святой венец». КОНЕЦ 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 КОНЕЦ